Всем приветствую, друзья, с вами я, Ник, и сегодня я, как школьник в Израиле, расскажу вам, сколько же здесь реально заработать, будучи школьником и работая на обычных работах, сколько лично я зарабатывал, где я работал, кем можно работать, и вообще список на сегодняшний ролик достаточно интересный. Я расскажу вам, какие виды работ, в общем-то, выбирают школьники, сколько они получают за эти работы, вообще, как много школьников работает на этих работах, от чего зависит зарплата на работе, то есть, почему некоторые получают больше, некоторые меньше, от чего это действительно зависит, ну, и, конечно же, я расскажу, где лично я работал. Думаю, не стоит нам затягивать, мы начинаем. Вообще, работа в Израиле, она не сильно отличается от работы в СНГ, это такие же обычные работы по типу официанта, помощника повара, грузчика, я не знаю, что еще, бармена, бариста, вся вот такая вот тема, что можно обучиться за пару, там, недель, да, условно, даже, может, дней, это те работы, на которых без разницы, какой у тебя возраст, потому что многие школьники работают по шабатам, по выходным, то есть, или, допустим, после школы, то есть, они отучились в школе, там, до трех-четырех дня, и потом идут в ночную смену на работу. Честно, так делают очень много людей, и это считается нормой, то есть, там, условно, с десятого класса ребята так делают, тут 12 классов, если что, поэтому, там, условно, примерно два года у них есть время, чтобы поработать, заработать денег, и очень часто получается так, что уже в конце, там, 11-12 класса они покупают себе машину, или, там, еще что-то, там, дорогие ноутбуки, там, условно, то есть, они могут себе это позволить, потому что здесь зарабатывают совершенно другие деньги, нежели в СНГ, здесь порядок цен совершенно другой, порядок зарплат совершенно другой, и поэтому, в принципе, я и делаю это видео. Вот, то есть, мы закрепили насчет работ, которые могут исполнять школьники, еще также какой-нибудь, там, продавец-консультант в магазине, или, там, кассир, ну, то есть, такие работы, в принципе, они не отличаются от работ в СНГ, точно такие же работы и здесь они выполняют. Со скольки в Израиле можно работать? Лично я, как я знаю, возможно, это не точно, но официально трудоустроиться можно с 16 лет, единственное, что пока тебе, там, 16-18 лет, тебе будут платить чуть меньше, но, опять-таки, как ты ищешь работу? Возможно, такое же тебе в 16 лет будет платить больше, чем лбам, которым по 25 лет, такое тоже возможно, но, насколько я знаю, официально можно трудоустроиться с 16 лет, я знаю, что очень большой процент людей, очень большой процент школьников работают в 15-14 лет, то есть, это тоже нормальная практика, просто это неофициально, это без бумаг, это чуть меньше зарплаты, потому что, ну, условно, их эксплуатируют, да, но, когда тебе 15 лет и ты получаешь нормальные деньги, я попозже скажу про порядок цен, то, в принципе, тебе без разницы, ты не считаешь это эксплуатацией и, действительно, это не так. Как много школьников работают? На самом деле, работает процентов 60 школьников и из моих друзей, наверное, 60% работают активно на протяжении всего года, некоторые делают по-другому, они учебный год учатся, а лето, все, там, 3 месяца, они прям охуярят работу и зарабатывают деньги на весь следующий год, прям каждый день херачивают и таких очень много. Работает большинство, если в России, честно, когда я был там, условно, в 9-м, в 10-м, в 11-м, там я не был, в 9-м, в 10-м классе, ну, у нас из класса, я не знаю, кто работал, наверное, ну, один человек максимум, то есть, ну, то есть, это вообще не было популярно в России, почему-то работать школьником как-то совершенно не популярно и школьники это очень откладывают, то есть, они хотят отучиться в школу, потом пойти в универ и только потом выйти на работу здесь. Я не знаю, с чем это связано, действительно, мне сложно объяснить, с чем это связано, но почему-то здесь вот прям в плотнях с 9-го, с 10-го класса школьники начинают работать, начинают зарабатывать бабки на каких-то таких работах, да, как я назвал, то есть, это не там, не работает программистом, не работает менеджером, хотя некоторые устраиваются и менеджерами в каких-то там сетях, тоже такое возможно. Но это в любом случае деньги, они уже начинают чувствовать бабки, они уже начинают им распоряжаться, они там покупают у себя айфоны, то есть, я свой первый айфон купил в 10-м классе здесь, когда я сюда переехал. То есть, я переехал сюда, какое-то время от Роэлл купил себе айфон, то есть, школьники здесь сами себя обеспечивают, сами себе покупают вот эти хотелки всякие, по типу айфоны, Apple Watch, некоторые, я говорю, в 12-м классе покупают себе тачки. И почему это происходит? Потому что они работают, и они работают в плотнях с 10-го класса, то есть, с 16-ти лет они прямо начинают уже хуярить. Так, а сейчас будет, пожалуй, самая сладкая часть этого ролика, зарплаты. Думаю, многие пришли сюда ради этой информации. Я буду называть оплату в час, то есть, сколько школьникам платят за час, потому что здесь это измеряется примерно так. После чего я расскажу вам, сколько можно получать в месяц, ну, то есть, примерно, сколько это выходит. Но рассчитывайте, что это чистые деньги в час. Ну, то есть, очень легко посчитать, просто вы эту сумму умножите на количество часов, сколько вы там планируете работать, условно, да, и вы получите свою зарплату. Я буду говорить в шекелях. Шекель к рублю это примерно 23, то есть, один шекель это 23 рубля. Ну, вы можете это загуглить. Так, порядок зарплат в Израиле для школьников примерно от 28 до 45 шекелей в час. Сами переводите, то есть, я могу, в принципе, это тоже делать, но это примерно там, типа, от 700 до 1000 рублей в час. Я могу путаться в ценах. Вот, и это охуенные деньги. Я думаю, вы сейчас смогли перевести, сколько это. Это реально хорошие бабки. Но, не думайте, что, ебать, там школьники столько поднимают, это так мощно. Они действительно столько зарабатывают, но здесь все дороже. Здесь продукты гораздо дороже, здесь жизнь гораздо дороже, здесь всякие напитки, сходить в кафе. Все гораздо дороже, чем в СНГ. В прошлом году, например, Тель-Авив стал самым дорогим городом в мире. То есть, действительно, тут дорого. Тут дорого, но если, допустим, ты живешь с родителями, или ты живешь в общаге, то вот эти бабки, которые ты зарабатываешь, ты спокойно можешь тратить. И, как я сказал уже выше, то есть, школьники сами, без родителей, без родительской помощи самостоятельно покупают себе айфоны, плывочи, ноутбуки и всякую такую вот, ну, понимаете, детские хотелки. Так, от чего зависит зарплата школьника? Три пункта. Первое. От расположения. Если мы говорим про Тель-Авив, про центр страны, то здесь цены, конечно, на порядок выше. И тут, типа, сейчас, условно, можно получать 35, это минимум. Минимальная зарплата это 35 для школьника. Если мы берем, там, Хайфу или еще какой-то другой город, там спокойно можно нанести работу и за 28, типа, и за 27, то есть, там порядок цен ниже. Чем ближе к центру, тем цены выше. Все логично, все просто. От должности. Конечно же, там, условно, работая грузчиком, ты будешь получать ниже, чем, допустим, работая, там, поваром или барменом. В любом случае, это работы, которые получают больше денег, нежели, там, грузчик. Это работает и в России, и здесь это точно так же. Ну и самое важное, как я считаю, это от твоей наглости. Потому что здесь все наглые. Здесь каждый хочет урвать свой кусок. И то, как ты заявляешь о себе, то, как ты кричишь про себя, то, как ты ставишь себя, как бы, как работника, столько ты будешь получать. Если ты скажешь, нет, я не буду работать за 40, я буду работать за 42. В большинстве случаев ты найдешь свою вот эту вот нишу, свою работу, где тебе будут платить 42. Сейчас я расскажу свою историю, как я начал работать, как я получал деньги, где я работал, в общем-то, свой экспириенс. Как только я приехал в Израиль, я устроился на работу официантом. Это был официант в отеле, то есть шведский стол, и я там просто тарелки убирал, условно, их очищал и складывал. Тогда порядок цен был немного другой. Это был, типа, 2 года назад, и тогда там я получал 32 шекеля в час. Мне это вообще вот так вот хватало, это было классно, тем более в шаббат, это один день в неделю, тебе платят 150% твоей зарплаты, то есть не 32, а там, получается, 47, да, 48. Ну, то есть, один день у тебя вот такая зарплата была прям то, что надо. Так я проработал полное лето, отработав примерно месяц или даже чуть меньше. По-моему, за 2 недели я смог купить себе айфон. Ну, то есть, 12 мини, но я купил себе айфон. Будучи шкалером, там, типа, в 16 лет я смог купить себе айфон самостоятельно за свои труднодоработанные деньги. Потом на протяжении года я тоже работал этим официантом. Короче, проработал официантом что-то в районе года полтора. После чего я решил попробовать себя в других местах. Потом я работал грузчиком за 30, то есть меньше. Какое-то время в районе, там, недели я работал на этих работах, там, переносил стулья, в залах, там, столы таскал, разгружал всякие вечеринки. То есть, снимал это все на таких местах, где нужна физическая сила. У меня тогда ее не было, но все равно мне платили столько же, сколько и остальным. Вот, ну а потом, как-то меня занесло стать поваром. Я сначала подал, вот, опять-таки, про наглость. Я написал пост, что я ищу работу. Я не написал так, что я ищу работу, ну, как бы, я работал только официантом, немного грузчиком. Нет, я написал, что работал поваром год. Написал, что работал официантом 3 года. Ну, то есть, я напиздел. Я напиздел, сказал, что я кучу времени работал. И меня взяли. Меня взяли в рейси, я начал работать там. Я не помню, сколько у меня была зарплата. Что-то в районе тоже 35 или... Ну, то есть, что-то повыше было, по-моему, 35. Честно, я не буду врать. После чего я работал в этом рейси параллельно. Я взял вторую работу, чтобы получать больше бабок. Это было лето. Я начал работать поваром, ну, помощником повара. В отеле. И вот там было круто. Там я получал, я помню, точно 35, по-моему, или 34 шекеля. То есть, это уже был такой шаг наверх, где я начал получать большие бабки. В принципе, сейчас я продолжаю работать поваром. Но уже через 2 недели я уйду с этой работы, потому что у меня другие планы. И, в принципе, все. На этом все. Это было видео про зарплату школьников в Израиле. Обязательно ставьте лайки под это видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Ник. Хорошего досуга.